Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. В нашей эмблеме, нашему девизу, что оплакив мёртвых, разбивая молнии, сегодня мы рассказываем о том, почему когнитивные нарушения, сразу скажу, что это когнитивные нарушения диссоциативные или истерические по-старому, лучше лечить флуоксамид. Ну, наш гуру и учитель Психфармач нас просит, пожалуйста, самая свежая информация, самая новая гипотеза о том, как лечить расстройства, которые до сих пор, скажем, не лечились таблетками, а чаще всего лечились психотерапией и, в общем-то, довольно эффективно. Тем не менее, очень многие пациенты отказываются от психотерапии по самым разным причинам. Ну, а сегодня ещё раз говорю, мы будем говорить о нарушениях памяти, внимания, которые возникают при истерии, как раньше называли, но сейчас считают, что истерия, слово бранное, ну, истерия была великим имитатором, то есть имитировала самые разные расстройства, в частности, и неврологические заболевания тоже. Ну и вот отсюда появились так называемые диссоциативные неврологические расстройства, это формулировка из МКБ-11, то есть они не неврологические, ещё раз говорю, это психические расстройства, это подчёркивает слово диссоциативные, и, конечно, понять это, привыкнуть к этому сложно, но на самом деле этот термин говорит о том, что имитируются и как бы неврологические расстройства, и они могут проявляться когнитивными симптомами, выделен специальный синдром, обратите внимание, характеризуется когнитивное нарушение памяти, разные самые когнитивные функции. Самое, конечно, важное, чтобы вы поняли, что это расстройства, они внутренне противоречивы, то есть они не укладываются в клиническую картину какого-нибудь неврологического заболевания. Многие спросят, как это всё диагностировать, я чуть позже расскажу. На самом деле очень и очень легко, потому что при неврологических заболеваниях, скажем, там, при деменции, при болезни Альцгеймера, при других неврологических заболеваниях, все эти симптомы, они имеют совершенно очерченные такие клинические варианты, их можно легко понять. Здесь же всё перепутано, всё очень сложно, ну и самое главное, здесь всё начинается в раннем детстве, обычно неврологические заболевания, которые приводят к когнитивным нарушениям, это всё-таки средний возраст и поздний возраст, здесь период раннего возрастления, период полового созревания, ну и начало до 35 лет встречается, после 35 лет, прошу прощения, встречается крайне-крайне редко. Обратите внимание, начало, как правило, острое, чаще всего эти расстройства, слава богу, обходятся сами по себе, то есть возникло обошлось, но могут рецидивировать. И почему они могут рецидивировать? Часто это связано с психотравмирующими какими-то ситуациями, неблагоприятными жизненным событиями. А ведь эти неблагоприятные жизненные события, вы знаете, они имеют такую тенденцию тянуться очень и очень долго. Ну, главное, конечно, что больные, у которых эти диссоциативные неврологические симптомы, они рассказывают про то, что в детстве они испытывали различные к себе жестокое обращение, травмы, пренебрежение. Ну, в общем, это действительно считается одним из факторов риска. Ну, и кроме этого, считается фактором риска является действительно перенесённое заболевание нервной системы. И, соответственно, конечно, человек, когда вот находится в тяжёлом состоянии, когда какое-то психотравмирующие события, у него неводные воспоминания возникают об этом, что может послужить неким механизмом, почему он начинает вновь жаловаться на память, скажем, внимания. Ну, и самое главное, что могут проявляться симптомы, которые напоминают симптомы заболеваний, которые у родственников встречаются. Видите, как истерия действительно великий имитатор. Не только свои собственные заболевания перенесённые, но и даже заболевания родственников. Как отличать? Давайте быстренько пройдёмся. Вот эти диссоциативные когнитивные расстройства, то есть, диссоциативные неврологические расстройства, которые возникают при нормальном состоянии головного мозга, то есть, нет заболевания неврологического. Это, на самом деле, очень и очень ясные критерии. Во-первых, у такого больного масса жалоб. У пациента, ну, мы здесь удобно сравнивать с деменцией, у пациента с деменцией, как правило, жалоб вообще нет. Здесь написано мало. Честно говоря, вообще, как правило, жалоб не бывает. У пациента с диссоциативными когнитивными расстройствами детализированы, крайне детализированные жалобы. Мало того, что у них много, но он вам расскажет самые мелкие подробности этих самых жалоб тут. Вот как у него останавливается сознание, когда он читает там две с половиной страницы, там до десятой строчки, там то-сё возникает. Даже если есть у больного с деменцией какие-либо жалобы, они носят крайне неопределённый характер, вообще ни на что не указывают. Пациент с деменцией, как правило, вообще не говорит о дезадаптации. Он об этом умолчивает по разным причинам. Мы сейчас об этом не будем, потому что не об этом говорим. Здесь, наоборот, дезадаптация подчёркивается. То есть, пациент расскажет о крайней тяжести симптоматики. Работать нельзя, ничего делать нельзя. Я вообще стал инвалидом. Неудачи подчёркиваются. Значит, постоянно говорится о том, что бороться я совершенно не могу, я бессилен. Пациент с деменцией, как правило, если ему даёшь какое-то задание, он старается его выполнить, во что бы то ни стало. Не удаётся, но он старается. Здесь всё совершенно другое. Отказ. Ранняя утрата социальных навыков. Вот у больного с диссоциативными когнитивными расстройствами, они часто говорят о том, что у них социофобия, что из-за того, что у них нет памяти и внимания, они общаться с людьми не могут. Вот здесь социальные навыки сохраняются до самого последнего времени. То есть, всё равно этот человек общается, общительно, разговаривает. То есть, всё вроде бы нормально внешне. Ну и поведение не соответствует выраженности жалоб, конечно же, потому что у человека поведение, в общем-то, остаётся довольно нормальным. Если собрать объективные данные, человек часто ходит на работу, то всё у него нормальная и личная жизнь есть, а жалоб огромное количество. Ну а здесь поведение соответствует нарушениям. То есть, если нарушения очень выражены, то и поведение, соответственно, тоже меняется. Ну и, прямо скажем, при деменции, при неврологических настоящих заболеваниях, начало незаметно. Невозможно сказать, когда это всё началось. При диссоциативных неврологических расстройствах пациент или его родственник точно укажет время начала. Ещё раз помните, как правило, с каким-то психотравмирующим ситуацией это связано. Ну и, конечно же, диссоциативные неврологические расстройства быстро прогрессируют. То есть, это где-то там недели-две, и, глядишь, уже пациент совершенно развалился, в то время как при деменции это, как правило, годы. Психические расстройства, вот коморбидность, то есть, связь с психическими расстройствами. У больного с деменцией, как правило, психических расстройств вы в анамнезе не найдёте. Во всяком случае, он не помнит. Да и родственники тоже не помнят. А вот здесь разные психические расстройства могут быть. И это вам укажет на то, что вы действительно имеете дело с диссоциативным когнитивным расстройством. Ну и семья. Вот это очень важно. То есть, когда собираешь объективные данные, то есть, разговариваешь с членами семьи, семья точно знает, что, если диссоциативное неврологическое расстройство, точно знать, что человек болен. Это все знают. А здесь семья часто не знает, что членами семьи страдает деменцией. Начинаешь объяснять, что у вашей мамы или у вашего отца деменция, причём довольно тяжёлая, на тебя так смотрят, и не понимают вообще, о чём идёт речь. Так вот, после диагностики давайте о новом лечении. Какое здесь может быть? Ещё раз говорю, обычно психотерапия. Но, недавние вообще исследования показывают, что эскетамин, это препарат, который использовался для наркоза, обезболивания, это антагонисты намдарецепторов, глутаматных рецепторов на глутаматном нейроне. Он сейчас показан для усиления терапии антидепрессантами. И вот у этого препарата самые частые побочные эффекты связаны с диссоциативными расстройствами. Почему этот препарат вызывает диссоциативными расстройствами? Наша гипотеза. Вообще, глутаматная система, она главная активирующая система в нашем с вами, собственно говоря, организме. И глутаматная иннервация, она повсеместна в головном мозге. И у нас есть таламус, часть головного мозга, которая занимается фильтрацией вот этих глутаматных импульсов, чтобы лишние в кору головного мозга не попали. Если у нас с вами происходит усиление, прошу прощения, ослабление глутаматной активности за счёт, например, использования эскетамина, то, конечно, меньше глутаматных импульсов достигает головного мозга. И начинаются вот эти самые проблемы, про которые я вам говорил. То есть, там появляется в голове некая пустота, нарушение памяти и внимания. Что здесь можно сделать? Мы уже говорили, есть такая гипотеза о том, что можно использовать агонисты сигма-1 рецепторов. Почему их можно использовать? Непрямым образом они активизируют глутаматные и ацетилхолиновые нейроны. Рассказывали о том, как работают ацетилхолиновые нейроны, много раз от кратковременной памяти. Сегодня повторяться не буду. Но поверьте мне, ацетилхолиновые нейроны – это наша с вами кратковременная память. Если мы её активизируем, то мы улучшаем память. Ещё раз говорю, за счёт агонистов сигма-1 рецепторов. Активизируем глутаматные нейроны. А глутаматные нейроны активизируют ацетилхолиновые. То есть, здесь появляется целый комплекс терапевтических эффектов, который нам очень и очень важен. Ну и мы рассказывали уже о том, что может использоваться прежде всего препарат фловоксамин, потому что он самый сильный агонист сигма-1 рецептор среди всех вообще антидепрессантов, которых есть. И мы говорили о том, что среди фловоксаминов нам наиболее дорога ракона, потому что эта ракона доступна. И по качеству тоже куда как хороша. Так что можно сказать, что теперь ракона – это брендовый препарат. Это мы уже с вами всё разбирали. Теперь давайте подойдём к этому вопросу практически, как от нас требует психфармач. Хорошая идея использовать ракону при лечении таких состояний. Здесь есть одна маленькая беда – показаний нет. Что в этом случае можно использовать? Конечно, можно воспользоваться рекомендациями Министерства здравоохранения о том, что у нас любой препарат может назначаться не по показаниям, а по фейбл. Но давайте мы сейчас об этом не будем, давайте будем серьёзными людьми. Предположим, никаких таких методических рекомендаций от Минздрава бы не поступало. Что можно сделать? Во всяком случае, очень часто, я подчёркиваю, это очень-очень часто, вот эти жалобы на нарушение памяти внимания сопровождаются у человека ипохондрией. Это раньше считалось, что ипохондрия – это убеждённость в наличии какого-нибудь соматического телесного заболевания. Ну, например, инфаркт миокарда, или плохие сосуды головного мозга, или какая-нибудь там вертобробазилиарная недостаточность. Здесь совершенно теперь всё, слава богу, другое. Теперь ипохондрия может быть и страхом по поводу существования какого-нибудь психического заболевания. Значит, неважно на самом деле, что думает пациент. Он думает, что у него пострадали сосуды головного мозга, или он думает, что у него какое-нибудь психическое расстройство, ну, например, депрессия. Очень часто такие больные думают, что у них депрессия, и поэтому у них страдает там память, внимание и тому подобное. И это тоже называется теперь ипохондрическим расстройством. Вот новые критерии, ещё раз говорю, сформулированы в МКБ-11 так, чтобы избежать вот этого разделения на соматические, неврологические, психические. Любое заболевание достаточно серьёзное, прогрессирующее, жизнеугрожающее. Если человек постоянно опасается, что у него это заболевание есть, если он ходит по врачам, если он обследуется, то это, конечно же, считается ипохондрическим расстройством. Тем более, что такие больные, вы помните, да, они очень часто теряют работоспособность, они жалуются на то, что у них нарушается семейная, личная, социальная, учебная жизнь, что тоже соответствует критериям ипохондрического расстройства. А самое главное, что должно указывать на наличие ипохондрического расстройства, это, конечно, большая история болезни. Вот этого критерия вы нигде не найдёте, но этот критерий точно есть. Вот ходит человек с огромным вот такой количеством информации, чаще всего вот с такими папками. На самом деле, это мечта любого врача. Почему мечта любого врача? Вообще, любой врач, будь он психиатр, нефролог или ещё кто-то, он боится что-то пропустить. К сожалению, пропускаем. Чего же греха таить? За каждым из нас такой косяк водится. Всегда болезненно это вспоминаешь. Но вот когда приходит больной с апохондрией, которые жалуются на память и внимание, который полноценно обследован, чего там только нет, то в душе возникает некое такое довольное чувство, что ты ничего такого страшного не пропустишь, ну и всё будет очень и очень хорошо. Так вот, встретились вы с таким больным, у которого есть апохондрия, дополнительно к жалобам, диссоциативным когнитивным жалобам, то есть жалобам на память, нарушение внимания, это очень и очень хорошо, потому что это позволяет диагностировать ипохондрическое расстройство, а ипохондрическое расстройство по современным представлениям относится к обсессивно-компульсивным, к навязчивым расстройствам. Ну и, соответственно, лечится, конечно же, при помощи селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. А какой ингибитор обратного захвата серотонина является лучшим, я считаю, для лечения навязчивости, да, я считаю, во всём мире так, это, конечно же, не только у нас, это, конечно же, фловоксамина ракона. Поэтому, если вы встретили пациента, у которого диссоциативное когнитивное расстройство, жалуются вам на память, внимание, вот таким способом, или вы сами страдаете такими жалобами, если вы мечетесь по различным врачам в поисках помощи, накопили огромную историю болезни, вам кажется, что у вас какие-то тяжёлые заболевания неврологические, пострадали сосуды, или там чем-то испорчен головной мозг, или вы страдаете какой-либо депрессией, вот вы приходите ко врачу, что вам нужно попросить? Конечно же, нужно попросить, чтобы вам назначили ракону, и фактически здесь всё будет верно, потому что здесь даже не надо говорить о показаниях, ипохондрическое расстройство является хорошим показанием для назначения ракона, потому что это, ещё раз говорю, по современным представлениям, обсессивно-компульсивное навязчивое расстройство. Так что вот на этом я бы и сегодня завершил наш рассказ про использование ракона при лечении нарушений памяти и внимания. Я вам хочу вот что сказать, это очень важно. Мы будем, конечно, эту тему продолжать обязательно, потому что на самом деле то, чего мы говорим, вообще нигде не услышите. Это наши собственные идеи. Вот этих идей пока ещё нет нигде. Хотите знакомиться с нашими идеями? Подписывайтесь на наш канал, потому что нигде вы других таких вот идей не услышите и не увидите. Пожалуйста, комменты, лайки. Если хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдёте реквизиты счёта. Огромное количество людей жалуются, ходят, не хотят к психотерапевту. Чем лечить никто не знает. Мы предлагаем... До новых встреч!